На телеканале РБК Омск новости в студии Мария Васькова. Здравствуйте, смотрите сегодня. Следствие для ВИПа депутата законодательного собрания Сергея Калинина задержали на больничной койке. Первый пошел. В Омск области прерывали политическое затишье. Прео губернатора заявил об участии в выборах. Вам показалось, омским педагогам зарплаты не снижали, заявили в Министерстве образования. Нам отдых только снится, с какого возраста россияне смогут уйти на пенсию. Из депутатского кресла на тюремные нары. Депутат законодательного собрания и глава холдинга «Акция» Сергей Калинин задержан и находится в СИЗО. Имя самого богатого депутата связывают с уголовным скандалом по факту завышения компании «Горгаз» тарифов для населения. Напомню, что фирма «Омсказсель» сдавала в аренду «Омскоргазу» трубопровод, а стоимость аренды включала в тарифы для населения. При этом обе компании входят в одну и ту же коммерческую структуру «Холдинг-Акция», которую, собственно, и возглавляет Сергей Калинин. Он подозревается в ношеннейших ценах в создании схемы, в которой участвовали три организации. Это «Омскгазстрой», «Омсгургаз» и «Омсгазпеть». Цель этой схемы – отключение в тариф необоснованных затрат на транспортировку газа. Следствие предполагает, что только за последние три года организаторам эту схему удалось собрать потребителей лишний миллиард 400 миллионов рублей. Ранее в рамках дела уже арестован директор «Омсгазпеть» Александр Орлов, который приходится родственникам депутату Госдумы Андрею Голушко. Сергею Калинину в начале недели удалось избежать ареста только благодаря тому, что у политика внезапно сдало здоровье, и он оказался на больничной койке. Теперь в изоляторе временного содержания Калинин пробудет 48 часов. Уже 15 июня суд изберет меру пресечения. За громкими уголовными скандалами на второй план отодвинулась ситуация с выборами губернатора. Между тем в обл. избиркоме уже начали беспокоиться в связи с застянувшейся предвыборной паузой. О начале подачи документов от кандидатов губернатора было известно 9 июня. Однако до сих пор претенденты к середине второй недели не объявились. Хотя двери обл. избиркома открыты даже в праздничные и выходные дни. И вот наконец-то сегодня в рио губернатора Александр Бурков прервал политическое затишье. В качестве модератора всего политического действия выступил спикер областного парламента Владимир Варнавский. Есть желание, есть сила, есть воля. Что еще надо? Здоровье тоже позволяет. Может? Может, да? Доверяешь? Так. В рио подтвердил намерение баллотироваться в главы Омск области и при этом пообещал сделать все возможное, чтобы Омск стал комфортным для жизни, работы и рождения детей. После того, как Александр Бурков сделал первый шаг, главной интригой остается, кто будут его соперники. По неофициальной информации, главный политический тяжеловес Олег Денисенко все-таки отказался идти на омские выборы. Таким образом, круг кандидатов от КПРФ существенно сокращается. Наиболее вероятным соперником в рио-губернаторе эксперты называют коммуниста Андрея Алехина. Однако в самой КПРФ отложили принятие решения. Определиться своим кандидатом коммунисты планировали 16 июня на пленуме, но перенесли собрание на 26 июня. До сих пор неизвестна и судьба омского либерал-демократа депутата Гурсовета Алексея Ложкина, кандидатуру которого должны утвердить ЦК ЛДПР. Впрочем, время еще есть. Дедлайн подачи заявок на участие о выборах – полночь 28 июня. Все кандидаты, которые заявятся к тому моменту, должны будут начать сбор подписей для прохождения предварительного фильтра. Родина малая, планы большие. На форме «Моя малая Россия» спикеры не скупились на светлые тона, рисуя стратегию развития Омской области. Главная тема – исполнение новых майских указов президента. Власть на всех уровнях готова исполнить задачи, поставленные главой государства. И главное, как соотнести желания с возможностями, проще говоря, за чей счет реализовывать майские указы. Общий финансовый тренд на ближайшие несколько лет задал в Рио губернатора, заявив, кто первый стал, тому и тапки. По мнению Александра Буркова, приоритетная задача для власти раньше других регионов – представить проекты, на которые федерация захочет выделить денег по максимуму. Пока же Омск области похвастать нечем. Из возможных 44 федеральных проектов регион участвует всего в 12, по сути теряя миллиарды бюджетных денег. Впрочем, остальные участники, как оказалось, тоже не прочь продемонстрировать народную мудрость вкупе с финансовой самодостаточностью. Дескать, на Москву не надейся, а сам не плашай. Некоторые муниципальные главы убеждены, выполнить указы главы государства смогут своими силами. Это просто немыслимо рассчитывать только на федеральный бюджет. Надо, прежде всего, не на свой бюджет, а на областной бюджет рассчитывать. Потому что всегда, какая бы программа ни была, идет софинансирование. Порядка 3-5% надо свой иметь. Это бюджет для этих целей. Ну, просить всегда грешно, поэтому мы, конечно, рады помощи федерального бюджета, но исходить нужно из своих собственных возможностей, из развития собственного производства. Опираться только на федеральный бюджет, это было бы неправильно, потому что есть собственные доходы. И самое главное, что есть люди, которые могут это все дело выполнять. За время моей работы, я работаю 8 лет с 2010 года, районный бюджет собственного дохода увеличил в два раза. Поэтому, как есть пословица, на соседа полагайся, но сам все же что-то делай. Оптимизм чиновников несколько подпортила официальная финансовая статистика. По итогам первых трех месяцев 2018 года бюджет региона недосчитался налоговых поступлений. Падение по сравнению с тем же периодом годом ранее составляет внушительные 12%. Перерасчете на рублей это 460 миллионов. По словам министра финансов Вадима Чеченко, падение произошло из-за снижения налога на прибыль от крупных налогоплательщиков. Почему так получилось, чиновник объяснить не смог. На официальном портале Обл. правительство сообщается, что разбираться в ситуации будет специальная комиссия. Предоставить отчет она должна до 25 июня. Впрочем, экономисты уже давно предсказывали финансовые права. Причина – падение платежеспособности населения, как следствие потребительского спроса на товары и услуги. Впрочем, похожая ситуация и в других регионах. Средний чек одного похода в магазин снижается уже второй месяц подряд. Только в мае он упал на 2% и пока остановился на уровне 521 рубль. По словам специалистов, экономят в основном жители крупных городов на ежедневных покупках. А причина экономии в росте цен на бензин, ослабление рубля, а также период отпусков, на которые теперь накопить стало сложнее. Получают меньше, потому что работали лучше. В Омском министерстве образования объяснили, чем могли оказаться недовольны омские учителя, позвонившие на прямую линию с Путиным. Напомню, что после жалобы о низких зарплатах, правительстве дали распоряжение профильному ведомству разобраться в проблеме. В Минобрии разобрались и доложили. Снижения зарплат в омских садиках нет. Мы проанализировали уровень заработной платы с января по апрель включительно. Причем данные по заработной плате каждое учреждение заполняет самостоятельно в соответствующей электронной системе. Эти данные уходят в управление казначейства. Отрасковая система оплаты труда в системе образования очень индивидуальна для каждого специалиста. И для каждого муниципалитета в том числе. К примеру, уровень средней номинальной численности заработной платы в муниципалитетах может разниться от 20 тысяч до 27. Для тех, кто не понял, почему все-таки специалисты Министерства не обнаружили нарушение в начислении зарплаты умским педагогам, глава Минобразования пояснила нюансы, влияющие на уровень доходов. Например, наличие дополнительного коэффициента за переполненные группы, наличие высокой квалификационной категории воспитателя, работа с детьми в коррекционных группах. Не исключило чиновницы и того, что пожаловавшийся на прямую линию президентом просто слишком хорошо поработал. В прошлом месяце работа была признана более эффективной. И результативный, и воспитатель получил вознаграждение и стимулирующего фонда. В любом случае, подвела черту финансовому расследованию Татьяна Дернова, с каждым случаем нужно разбираться индивидуально. И предложила по всем вопросам обращаться по телефону горячей линии 24 65 80. По словам специалистов облправительства, в регионе зарплаты бюджетной сферы образование уже превысили требуемые показатели. Превышение составило 1%. Тем учителям, воспитателям, которые все-таки остаются недовольными статистическим уровень зарплат, можно воспользоваться советом российского премьера и отправиться в бизнес. Правда, рекомендуется внимательнее выбирать с направлением. Умская учительница, засветившаяся в модельном бизнесе после разродившегося скандала, требует удалить ее фотографии из интернета. При этом ссылается на федеральный закон, известный как право на забвение. Сегодня стало известно, что учительница в купальнике все-таки решила остаться преподавать в своей родной школе, где вела уроки истории до модельного скандала. Между тем, забыть об этой истории так скоро, как хотелось бы, героине, похоже, не удастся. Скорополительное решение омских чиновников уволить педагога, засветившегося в соцсетях в привольном виде, вызвало жаркие дискуссии на федеральном уровне. Российское учительское сообщество «Горовь» встало на защиту своей коллеги из Омска. И теперь во всех соцсетях педагоги выкладывают фотографии в купальниках. С вештегом «Учителя тоже люди». Что же в человеке прежде всего должно быть красивым, купальник или мысли, поговорим прямо сейчас. Эксперт студии РБК Омска, доктор филологических наук Елена Малышева. Елена Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Маша. Как вы считаете, тот факт, что новость об вольной школьной учительнице обогнала многие важные темы и вошла в федеральный топ событий, о чем такие информационные предпочтения, в принципе, могут свидетельствовать? Вы знаете, вы сейчас говорили, а я уже расстраивалась, потому что мы в меру своих научных сил боремся с этим уже давно. Мы боремся с антибрендингом нашего региона. На самом деле вы абсолютно правы. На федеральном уровне почему-то звучат только новости, вот даже не негативные, хотя и негативных хотелось бы поменьше про наш регион. Уверяю вас, если поискать, хорошо поискать и постараться, то найдем и положительные новости, и тоже очень громкие, только надо их красиво упаковать. Но посмотрите, звучит новость такая с перчинкой, да, но нужна новость какая-то не просто негативная, но нестандартная. Вот учительница в купальнике уже, учительница в купальнике равно Омская область. Вот у нас уже сформировался стереотип. Нужен ли был нам такой стереотип? Ну не нужен, конечно, был, но тем не менее факт остается фактом. Вот продолжаются вот такие предпочтения. Я, мне кажется, уже писала и говорила много раз, но ведь про Казань не рассказывают в федеральном канале вот такие новости. Я отслеживаю очень серьезно, вот про какие регионы говорят хорошо. Разве у них не случаются там криминальные происшествия? Ну вот у них еще где-то есть целое исследование, какие регионы брендируются положительно, а какие сугубо отрицательно, да еще и вот в таком контексте косности, да, какой-то замшелости, власти, позора. Ну вот, короче говоря, мне очень печально. Не скажу, что я великий патриот Омской области, но я здесь живу и, в общем, конечно, патриот, раз я все-таки здесь остаюсь и живу. Мне хотелось бы, чтобы рассказывали совсем о другом. Но, увы, как есть, вот есть, как есть. Пока так. Но кто таким брендированием должен заниматься в регионе? Ну вот сейчас начнется, да, но, разумеется, вообще созданный стереотип очень трудно ломать. Если вы бываете в соцсетях, то вы можете увидеть этих самых жителей Омского региона, их можно отличить. Стереотип сложился, все плохо, шеф, все пропало, шеф. Вот так выглядит этот стереотип. Он не одним месяцем воспитывается, вы понимаете? Но этот стереотип можно разрушать и должен разрушать. Кто должен разрушать? Значит, я убеждена, и каждый раз это говорю. Нужна планомерная работа, прям план должен быть, работа, начиная с министерств соответствующих. Извините, у нас есть управление, которое этим как раз и занимается. Называется информационная политика. Ну и, конечно, СМИ, конечно, СМИ, но то есть должен быть еще и внутренний некоторый ценз, что отбирать. Возьмите простую историю про дороги. Дорог в России много плохих еще, к сожалению, но знают все про омские дороги. Но ведь так же. Омск равно, хотя они, может быть, уже и самые плохие давно. Я бываю очень много где, и на самом деле, ну, то есть, действительность не такова, как вот нам о ней рассказывают. А люди-то верят, но тем более, что действительно проблем хватает. Тут вот и еще одна. Оказывается, все в России учителя, как учителя, а у нас вот или отношение к учителям везде хорошее, везде правильное, а мы неправильно оцениваем наших учителей. Вы, насколько я понимаю, в оппозиции тем, кто говорит, что учитель тоже человек или не так? Что значит учитель тоже человек? А кто-то сомневался, что ли? Я вообще к этому отношусь очень скептически, к этим хэштегам, к этому флэш-мобу. Совершенно нет. Вы сомневались, что учитель тоже человек? В смысле, чтобы ей считаться, чтобы учителю считаться человеком, он должен иметь право фотографии, ну, например, личные, выставлять в социальную сеть, в информационное пространство, делиться этим со всеми. В смысле, вот так я должна понимать, учитель это тоже человек? Или как-то по-другому? Но ведь многие считают, что учитель умеет право фотографироваться в купальниках, главное, чтобы учил хорошо. Имеет право, пусть фотографируется, у него дома будет замечательный альбом, они будут пересматривать его с мужем, с семьей, как они здорово отдыхали. Учитель не перестает, это мое глубокое убеждение. Я преподаю много лет, вы понимаете, с 89-го года. Да, будем считать, что все-таки меня воспитывали в советской системе ценностей. Все-таки школу я закончила в 82-м году. Но я долго живу, я надеюсь, что я меняюсь со временем тоже. И все равно у меня есть глубокое убеждение. Когда я что-то пишу или что-то публикую, я помню, что я преподаватель, и на меня смотрят мои ученики. И я не осуждаю преподавателей, которые на лекциях или на практике, на практических занятиях, в общении со студентами, слишком уж сильно рассказывают и пускают их в личную жизнь. Приводят примеры из своей личной жизни. Иногда бывают очень примеры откровенные. И учителя, я знаю, многое, чего говорят детям, чего говорить не стоит. Рассказывают о себе слишком много. Думают, что это не нужно делать. Я вот, вы думаете, у меня нет таких фотографий, или я не отдыхаю. Есть у меня и фотографии из разных мест, но все-таки я думаю, что я пишу, как комментирую. Многие, кстати, об этом не думают, и учителя в том числе. Думаю, как я выгляжу. Но такая моя позиция. Не перестает учитель или преподаватель быть преподавателем, и учителем выйдя за стены вуза, школы, колледжа и так далее. Ну, не верю я в это. И думаю, что это на самом деле так. Такая профессия. А вот эта история, ну, вам говорю, во-первых, она мне не кажется такой уж важной. Мне кажется, что прокололось департамент образования, если честно. Увольнять не за что человека было. Поговорить, ну, не то что пожурить, но выяснить. Насколько я поняла, сам учитель не собирался эти снимки выкладывать. Это произошло помимо ее воли. Ведь так же, насколько я понимаю, это так. Считать ли эту подработку безнравственной? Нет, не считать. Слава богу, не стриптизом человек занимается. Хотя мне непонятно, почему учитель истории, если он квалифицированный, не подрабатывает и не, ну, понимаете, да, не занимается в свободное время к чем-то близким к своей профессии. Начиная от репетиторства, заканчивая историческими кружками, да, вот всякими реконструкциями историческими. Такие вещи у нас тоже есть. Ну, они, наверное, денег не приносят. Ну, репетиторством займитесь, модульные классы сейчас есть, к ЕГЭ детей готовьте. Рассказывайте больше о своем любимом предмете. Ну, я не знаю, можно найти. Наконец, колонку историческую предложите в какой-нибудь СМИ. Очень мило. Мои коллеги, вот, профессора, преподаватели в Великом Новгороде ведут такую колонку в интернет-журнале про свой любимый край, город. Много интересного рассказывают. Пусть наши учителя истории подключаются. И деньги, и прелестная подработка. Елена Григорьевна, спасибо, что нашли время к нам прийти. А я напоминаю, с нами была Елена Малышева. Полную версию интервью смотрите в субботу, сразу после программы «Соколенко. Главное» и к другим темам дня. Чтобы достичь будущего, сначала нужно его представить. Эксперты Центра социального проектирования платформы провели исследование Омского IT-сообщества и выяснили цифровая экономика региона тайно покрытая мраком. Почему омские айтишники – существа мифические и как вывести цифровизацию региона на светлую сторону, узнала Елизавета Рыбина. Сама оценка Омского IT-сообщества высока, и это оправдано. Учат хорошо. Нет вузов мечты, но ОМГУ и политеха хватает. Так оценивают регион столичные эксперты. Рабочих рук IT-специалистов даже больше, чем нужно. Проблема в другом. Специализация Омска – программирование на заказ. Собственные проекты здесь слабо получаются. Нужной среды не хватает. Неналажены коммуникации с промышленными предприятиями и властью. Для экспертов из Москвы омская цифровая паутина – вообще загадка. Цель была вообще посмотреть, как устроена IT-среда, потому что в Омске существует много таких подспудных мифов, слухов. Есть какая-то магия и тайна вокруг IT-сообщества, IT-среды в Омске. Потому что многие считают, что в Омске много программистов, но о них никто не знает. Загадочные омские программисты сказочно богатые и трудоспособные. Откуда они берутся и чего хотят на самом деле? Руководитель технопарка промышленной автоматизации говорит, с вузами работать нелегко. Это долгий и нудный процесс. Однако на выходе получаются качественные специалисты, заточенные под определенную компанию. По словам опытных экспертов, лучше взять молодого выпускника, который готов адаптироваться, чем закостенелого специалиста. Но даже гибкие молодые умы попадают в узкие рамки работы с заказчиками. Все готовы работать по классической схеме. Есть ТЗ, есть заказ, есть сроки, давайте работать. Мы больше сейчас заинтересованы именно по поиску и установлению партнерских отношений для разработки тех решений, которые у нас есть. И в том числе мы бы хотели установить некий диалог с нашими представителями IT, потому что во время общения так рождается порой интересный день. Диалоги друг с другом и с властью – вот чего желает омское IT-сообщество. Его представители уверяют, они способны помочь городу развиваться, хотя шансов стать IT-столицей Сибири сейчас больше у Томска. Вернуть IT-перспективы Омску просто. Не нужно глобальных проектов. Достаточно не выводить деньги через серые схемы, рекомендуют предприниматели своим же коллегам. Или, по крайней мере, не жаловаться потом на плохие дороги. Ведь бюджет, в том числе и для ремонта, формируется из налогов. Я сейчас не считаю, что мы должны идти и что-то предлагать и как-то с властью в этом плане взаимодействовать. Я считаю, что наша задача как раз обеспечивать финансирование в виде налогов и всего остального. Потому что чем больше мы будем привлекать сюда денег снаружи, даже не из России, тем больше у власти, собственно, будет ресурс. А мечам интересен бизнес, который не замкнут в рамках региона и страны. Благо, интернет уже давно стер границы в этой сфере. Единственное, на что сегодня ориентируются айтишники в выборе места для штаб-квартиры компании – собственный комфорт. И Омск проигрывает по всем направлениям. Например, в региональном IT-парке аренда квадратного метра стоит 380 рублей, в Тюмени – 1 рубль. Айтишникам проще переехать целой компанией. Какая разница, откуда работать с удаленным доступом? В Омске договориться с властью о дешевой аренде или понижении налогов пока не получается. Это нужная площадка, либо экспертная площадка, либо совет при мини-серсе, при приеме в Омск области, может, при ТВП. Но вот так, чтобы он имел какую-то статусность решения. Не просто поговорили, разрешились, а так, чтобы принимали в действие. И именно там мы могли бы обсуждать все законодательные проекты, связанные с этой сферой. Такая площадка вроде бы есть в планах правительства. В апреле принято решение создать рабочий штаб для проработки приоритетов цифровизации экономики Омской области на базе Министерства экономики. Однако, по словам пресс-службы правительства, это только наброски будущей программы. Мифические омские айтишники говорят, приступать нужно скорее. Цифровизация – хайповая тема. За разговорами можно потерять суть и не успеть за прогрессом. Обещал метро достроить плотину внушения Дмитрия Медведева. Необходимость достроить Красногорский гидроузел премьер-министр упомянул в поручениях, наконец, заметили в региональном Кабмине. Будто внезапно осознали на уровень федерации, как ранее уже предполагал в Рио передать сложный объект не удастся. Придется достраивать самим. На скандальный долгострой требуется более 9 миллиардов рублей. Решение выделить деньги из областного бюджета уже приняли в правительстве региона. Интересно, что вопросов и замечаний к проекту Кабмина не возникло, несмотря на неясные перспективы. Сроки проведения работ в Минпроме не обозначили. Да и министр там по-прежнему нет. Для начала необходимо пройти государственную экспертизу и получить положительное заключение. Впрочем, временных рамок называть благоразумно не стали. Напомню, строительство водоподъемного Красногорского гидроузла началось еще в 2011 году, а остановилось в 2015. У нас на сегодняшний день есть обещание Министерства транспорта Российской Федерации, что по окончанию строительства гидроузла, основная и затратная, будем так говорить, часть гидроузла, это судоходный шлюз, перейдет в федеральную собственность. Чтобы сделать капитальный ремонт во всех домах Омска, которые находятся в очереди, понадобится 12 миллиардов рублей и 200 лет, чтобы эти деньги исчерпать из регионального бюджета. К таким неутешительным выводам пришли участники дискуссии на третьем открытом форуме прокуратуры Омской области. С 2016 года ситуация изменилась мало. Объем выполненных ремонтных работ держится на уровне 50%. А все провалы объясняются традиционно недостатком финансирования. Смею констатировать, что работа фонда в части собираемости ведется неудовлетворительно. И не надо там сравнивать с другими субъектами. Ну, у них хуже, чем у вас. Вот и все. Но вы ничего не сделали, чтобы собираемость повысить и задолженность снизить. С выше 300 нарушений закона выявила прокуратура Омской области за последние два года. Возбуждено одно уголовное дело. Этого, по мнению чиновников, густарственной жилищной инспекции региона недостаточно. Они предлагают ввести административную ответственность за бездействие, если дело касается капитального ремонта. Рассмотрели на форуме и вопрос о выплатах ущерба за доброкачественно выполненные работы. Сегодня эти средства занимаются не с подрядчика, что было бы логично, а с бюджета фонда. Безусловно, наиболее глобальный вопрос – это не выполнение работы программы, которая существует. Нарушение срока проведения капитального ремонта во многих квартирных домах – это очень волнует граждан. Это первый вопрос, над которым стоит работать. Шесть лет для мужчины, восемь для женщин. Именно стольками, чьи в среднем смогут насладиться жизнью на заслуженном отдыхе. Сегодня на заседании федерального правительства вынесен вопрос о назначении и выплате пенсии. Прежде всего, речь идет о повышении пенсионного возраста. По оценкам экспертов, повышать будут жестко. Ранее федеральные СМИ уже писали о том, что из всех предложенных вариантов в правительстве выбран самый непопулярный у народа. Предложенный, кстати, Минфином. Министерство, ведущее бюджетом, заинтересовано в росте работающих граждан и снижении количества иждивенцев. Предложение Алексея Кудрина поднять планку выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63, с учетом того, что в Омской области средняя продолжительность жизни 71,5 год. Долго наслаждаться отдыхом на государственном удовольствии придется немногим. Начать повышать пенсионный возраст премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня предложил уже с 2019 года. Он подчеркнул, что изменения будут плавными и пройдут легко для россиян. Верится с трудом. Впрочем, не исключено, что депутату Госдумы, которым проект постановления будет вынесен на голосование, предусмотрит возможность досрочного выхода на пенсию. Однако в таком случае, скорее всего, гражданин будет терять деньги. Так что остается одна надежда на местных омских чиновников. Александр Бурков поставил перед областным Кабмином задачу увеличить среднюю продолжительность жизни, а мечей до 80 лет. И на этом у меня все. Следите за развитием событий и оставайтесь на телеканале РБК Умск. Редактор субтитров А.Семкин